Hola amigos, bienvenidos, добро пожаловать на канале Kiki Мексиканец и сегодня я хочу поделиться с вами о изобретении, которое мексиканцы делают. Некоторые из них вы прямо сейчас используетесь. Хотите узнать эти топ-3 изобретения? Оставайтесь со мной и будет очень интересный бонус, который родился в Мексике, но это не этот мексиканского человека, но я вам чуть-чуть позже расскажу. И кстати, в этом видео я не включил текилу, потому что нам и так уже известно, что текила из Мексики. И номер 1 это метка избирателя или нестираемые чернила. Химик, мексиканец Фильберто Баскес изобретил такую окраску, которую у нас в голосовании, поставил палец и с этим очевидно, что ты уже голосовал. Несколько странно это делают, а самое интересное, что это чернила исчезает от 2 до 4 дней. А если она попадает в сон, где к ногти, могут до двух недель. Ну и как понимаю, в России вы не употребляете эту чернилю для выборов. Однако использование этой чернила привело к большей контроверсии. Например, в Симбагуэ 2008 году после голосования те, которые были с чистыми руками, это значит, что не голосовали и начинали их бить. Или в 2010 году талибанцы угрожали гражданинам и сказали, что если у кого-то будут пальцы с чернилой, они будут их отрезать, чтобы люди не голосовали. Видите? Опасно. Нумеро 2. В 1940 году Гийермо Гонсалес Камарена изобретил раную систему передачи цветных телепередач. То есть, цветное телевидение. Это было по принципу цветного круга. Конечно, цветное телевидение очень сильно поменялся. Но тогда Гонсалес Камарена доказал мир, что это возможно. И сейчас, конечно, у нас есть такие цветные экраны, такие плоские. И, конечно, это все было по его принципу. Так что, благодаря него вы можете посмотреть YouTube на HD. Ну, понятно, уже было много людей, которые участвовали на улучшение. Но, видите, это все возможно. И в нашем нумеро 3 Мексиканская Академия Наук признала это изобретение самым значительным вкладом когда-либо внесенном Мексику в мировую науку. Представляете? Это звучит громко. А что соизобретение? Считают, что это изобретение уже воспользовались больше трехсот миллион женщин во всем мире. Это получается, что в 1951 году Луис Мирамонтес совместом с своими научными руководителями Джорджем Руссенкартсен и Карл Джерасим разработали норитриндом. Это является синтетическим аналогом прогестерона. И это вещество очень часто употребляют для изготовления оральные контрацептивы. И мы сейчас перейдем в нашим бонус. Это очень интересно. Почему? Это изобретение человек, который не из Мексики, он работал в Мексике, но это рождался в Мексике. А вы знаете, у нас очень интересно, как получают гражданство в Мексике. Достаточно, что один из родителей мексиканец или что ты родился в Мексике, несмотря национально с твоими родителями. Ну и продолжая эта логика, если она родилась в Мексике, это значит мексиканское изобретение. И я вам хочу сказать, что я это очень люблю есть. Я уверен, что вы тоже это когда-нибудь пробовали и, скорее всего, тоже любите. Это, конечно, салат Сесар. И у него было ресторане в США в городе Сан-Диего и в Мексике в городе Тихуана. Тихуана очень интересный город, потому что прям, где заканчивается город, сразу граница. То есть ты в городе все, стена и там разделяет. Если не было границы, Тихуана было бы побольше. Вы сейчас смотрите на фотографии, как прям граница. Ну и однажды в США был сухой закон. Ну и вы знаете, скучно, когда сухой закон. И он решил поехать в Мексику, и он изобретил этот салат. Говорят, что в оригинальном виде курица не положена. И в легенды тоже говорят, что ему надо было кормить гостей, когда на кухне было очень мало продуктов. И думал, почему бы нет приготовить этот салат. Так что, мои дорогие amigos, напишите в комментариях, если вы любите эту мексиканский салат или все-таки предпочитаете селедкой по шубе. Напишите, пожалуйста, что для вас оказалось самое интересное собретение. Если вы знали об этом или все это было нового, скажите, что новое, что уже знали. А также напишите в комментариях, какое ваш любимое собретение России, Советского Союза. Надеюсь, что вам понравилось. Вы знаете, что я буду очень рад, если вы поделите это видео на ваши соцсетей. Ваша поддержка мне очень важна. Если вы еще не подписывались, делайте сейчас, ставьте лайк. Берегите себя и увидимся совсем-совсем скоро. Adios amigos! Всем добра!